Мы договорились о том, что весь объем сырья направляется прежде всего в переработку. Это необходимо для того, чтобы поддержать и придать развитие национальной и гранили промышленности. И для этого мы договорились обменивать статистикой, что дальше происходит с этим сырьем, какой объем необходим, какой объем перерабатывается. И я думаю, что это достаточно перспективная политика, которая позволит развивать ювелирную отрасль здесь, в республике, и для компании «Алроса» получить понятный, долгосрочный, надежный партнер для сбыта продукции своей. Вы знакомы с армянскими огранщиками? Насколько развиты? Как Вы можете оценить? Вы знаете, конечно, после распада Советского Союза, когда существовала большая мощная система «Кристалл», определенный шок пережили все, и российская огранка, и предприятия в Республике Армении, в Беларуси. Но надо сказать, что отрасль возрождается. Как я уже говорил, среди наших крупнейших покупателей есть, пусть они не являются резидентами Республики Армения, но поддерживают предприятия на своей исторической родине. И это не благотворительность, это исключительно коммерческая история, что, на наш взгляд, не может не радовать. — Изменился ли каким-либо образом рынок бриллиантов в связи с санкциями и ограничениями против России? — Ну, надо сказать, что отраслевых санкций нет. Алмаз-добывающая, бриллиантовая, скажем так, отрасль, ни в каких санкциональных списках не состоит. Более того, в отличие от ряда других отраслей, алмазно-бриллиантовый мир, он глобальный. И в этом глобальном мире Россия принадлежит, с точки зрения сырых алмазов, алмазного сырья, порядка четверти. На мой взгляд, отправлять эту часть в серую зону, это означает ликвидировать этот рынок как таковой. Более того, мы являемся крупнейшим экспортером в Бельгию, и во многом существование экономической благополучия провинции Антверпен зависит от алмазной отрасли, в том числе и на нас, как на России. Поэтому я думаю, что скорее, как американцы говорят, это медиагеймс, вся эта история с отраслевыми санкциями. Посмотрим. А есть ли определенные тенденции в мире, в области алмазов? Ну, очень глобальный рынок, он изменился после того, как компания Debirs перестала выполнять свою монопольную функцию. После этого, с одной стороны, появилось ряд возможностей. Сама компания Alrosa стала активным игроком не только в добыче, но и в маркетинге алмазного сырья. В то же время появились определенные, так скажем, и вызовы. Это связано с тем, что, пожалуй, сейчас поколение, которым 15, 17, 18 лет, оно первое, которое было не охвачено глобальным маркетингом бриллианта. Ведь сам по себе бриллиант – это очень национальный камень. Ведь вы же вряд ли встретите в мире великие рубинодобывающие или изумрудодобывающие компании. А есть корпорация Debirs, есть компания Alrosa. И все это базируется на том, что мужчина считает правильным подарить engagement ring кольцо с бриллиантом, а не с каким бы то ни было иным камнем.